Больше 1300 вызовов в сутки. Во время коронавирусной пандемии число выездов в медицинских бригад существенно увеличилось. Новая партия машин скорой помощи должна снизить напряженность. Врач вводит несколько параметров пациента и прибор сам рассчитывает необходимый объем воздуха для конкретного пациента. Исключается врачебная ошибка. Аппарат ИВЛ будет автоматически поддерживать жизнь человека любого возраста. Он работает автономно, может контролировать дыхание пациента на протяжении 9 часов. Такую технику врачи скорой помощи используют постоянно. Виктор Пястолов приехал на вызов к больному коронавирусом. Аппарат подключил еще в квартире. Ситуация была уже критическая, сатурация очень низкая. Несли аппарат и пациента, несли всю дорогу. На вызове мы там работали, пациент вентилировался. И потом с этажа спускали и, соответственно, до больницы тоже везли. Новые реанимобили оснащены последними моделями оборудования из Италии, США, Швейцарии, Германии и России. Такой набор техники позволит врачам полностью контролировать состояние пациента. Отдельная гордость – особые каталки. Большие резиновые колеса максимально нивелируют любую вибрацию и тряску для пациента. Потому что для пациента с инсультом это жизненно важно. Для пациента с сложными травмами это тоже очень важно. 16 машин скорой помощи и 4 реанимобиля закупил благотворительный фонд РМК. Автомобили сегодня передали Министерству здравоохранения. Мы не понаслышке знаем, сколько региональные власти делают для того, чтобы в это непростое время медицина для жителей Челябинской области была максимально доступной, эффективной и оперативной. Эти автомобили – наш вклад в эту большую и очень важную работу. Большинство машин поступят в распоряжение Челябинской станции скорой помощи. В столице региона особенно сложная ситуация по распространению коронавируса. Челябинск – это у нас сегодня тут город, который дает порядка 45% общей заболеваемости от ковида. Поэтому, конечно, для них очень важна и своевременность оказания медицинской помощи, и, безусловно, наличие машин. Новые автомобили позволят существенно обновить парк станции скорой помощи. Каждый день в Челябинске на линию выходят 80 медицинских бригад.